В эфире время новостей на МТВ в студии Кристина Шаипова. Здравствуйте! В ближайшее время я расскажу о самых актуальных событиях города и региона к этому часу. Смотрите в выпуске. Волгоградцы поделились мнением, как изменился наш город за последние годы и каких еще результатов они ждут от реализации проектов комплексной программы развития до 2034 года. Об эмоциях, общении с известными российскими спортсменами и гимне России с президентом. Волгоградка Елизавета Долгова вернулась со второго Всероссийского съезда движения первых. Сотрудники музея «Память» рассказали, что такое агит-чемодан. Полицейские предупреждают о мошенниках и проводят беседы в трудовых коллективах. Почти рядом со зрителем в музее Машкова открылась выставка известного волгоградского художника. Об этом и многом другом прямо сейчас. Новые промышленные производства, более 3000 рабочих мест и свыше 260 миллиардов рублей инвестиций. В ближайшие 10 лет Волгоград продолжит укреплять свои позиции промышленного и экономического центра Юга России. Реализация профильных проектов позволит повысить доходы жителей областного центра и окажет положительное влияние на развитие потребительского рынка. Какие индустриальные проекты вошли в программу 10-летнего развития Волгограда до 2034 года и как их оценивают жители и эксперты, расскажет Екатерина Кудряшова. Полторы тысячи предприятий, уникальные отраслевые производства и богатство природных ресурсов. Промышленный потенциал Волгограда огромен. Реализовать его в полной мере в ближайшие 10 лет муниципалитет планирует с помощью налаживания кооперации между производителями и научным сообществом, привлечения инвесторов и кластерного развития производств. Много лет площадка бывшего завода «Химпром» была в запущенном состоянии. Уже в ближайшие годы эта территория получит развитие. По постановлению правительства России здесь уже создана особая экономическая зона и появится химический кластер. Якорным станет проект по строительству метанольного завода мощностью 1 миллион тонн в год. На площади в 146 гектаров также начнут работу новые предприятия по производству азота и кислорода, биопротеинов, химических средств, защиты растений и уксусной кислоты. Общий объем инвестиций почти 100 миллиардов рублей. На заводе «Химпром» Сергей Моторкин отработал больше 30 лет. Уверен, развитие этой площадки необходимо. Это убедит молодежь оставаться в родном городе. «Народ тянулся на завод. Столько рабочих мест было. Вот она больница, медсанчасть 40 была. На путевки давали. Ну и все новые оборудования. Все, я думаю, нормально будет. Надо возрождать все производство. Что тут?» Новые производственные комплексы построят и на площадках других промышленных предприятий региона в программе развития проекта химической и металлургической направленности, а также сфер машиностроения и АПК. Акцент на технологические инновации и импортозамещение путем освоения новых видов продукции. Еще один крупный объект 10-летней комплексной программы развития Волгограда – инновационный агрокомплекс «Бикетовка». Он расположится на пустующей территории в Кировском районе Волгограда. В его состав войдет Центр биологической защиты растений по производству этномофагов. Этномофаги – хищные насекомые. Они уничтожают вредителей на сельхозугодиях. Это позволит специалистам меньше применять химикаты для защиты растений и выращивать широко востребованную экологичную агрокультуру. Высокое качество продукции за счет модернизации производств сохраняют и на волгоградских предприятиях пищевой промышленности. Новый комплекс планируют построить на хлебзаводе номер 5. Здесь я все время покупаю продукцию. Мне здесь очень нравится. Всегда свежая, рыбочка вкусная. Очень хорошо, надо развивать это. Реализация перспективных проектов в промышленном секторе обеспечит городу-герою технологический суверенитет. Новые высокопроизводительные рабочие места с высоким уровнем оплаты труда. Волгоградцев, особенно жителей промышленных районов, такое будущее радует. Вы посмотрите, как район развивается. Мы радуемся. Столько новых площадок, столько для детей. А это же все от того, сколько промышленности в районе, столько будет и денег на район. Мы очень радуем, мы приветствуем этого. Ну, рабочие места должны быть на всех фабриках, на всех заводах. Все должно быть хорошо, чтобы люди работали и деньги большие зарабатывали. Развитие индустриального сектора Волгограда окажет положительный эффект и на экономику муниципалитета. Волгоградские промышленники, они вносят практически 30% в консолидированный бюджет региона. И развитие вот этого направления, оно как раз увеличивает и налоговую базу, которая у нас идет, и на социальные проекты, на проекты благоустройства. Это наши рабочие места, это как бы работа для граждан, перспективная работа для молодежи. На качественно новый уровень развития, благодаря реализации проектов комплексной 10-летней программы развития Волгограда, выйдут потребительский рынок и сфера услуг. Новый облик обретут объекты торговли и общепита, ярмарки будут проходить в круглогодичном формате, а площадки их проведения благоустроят. Условия для развития получат малый и средний бизнес. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей. Новые школы, благоустроенные территории и современный транспорт. Волгоградцы поделились мнением о том, как изменился наш город за последние годы и каких еще результатов они ждут от реализации проектов комплексной программы развития Волгограда до 2034 года. Очень много разных мест, и университеты представляют много возможностей. Открывается очень много классных мест, туда можно сходить, посмотреть, попробовать что-то новое. Много возможностей. На набережной люблю гулять, в парках различных, в кафе люблю ходить. С транспортом становится лучше. Новые автобусы стало больше, легче уехать, особенно утром. Но есть к чему стремиться. Сегодня Волгоград светлый, зимний, красивый, радостный. Мы приехали сюда, отец военнослужащий был, мы приехали в 1963 году. Вот с 1963 года я здесь. Конечно, изменился, конечно, смотришь, высотки. Другой, конечно, город. Люблю за то, что я здесь живу. Есть всегда сходить с детьми в парке. Вот мы ходим, занимаемся в дюдс. С удовольствием ребенок ходит, погулять можно везде. Ну, как бы, все стало хорошо. Если будет еще лучше, будет прекрасно. Стремиться побольше каких-то кружков дополнительных, вот, образования в плане еще технических, технического направления, потому что актуально в данное время. И, как бы, ну, вообще для детей, особенно для мальчиков, это очень хорошо. Люди жили в глубинке, сюда переехали. Нет, прекрасно. Во все стороны города могу добраться. Трамваи ходят, троллейбусы ходят, автобусы, что еще нужно? Я заметила, что город у нас там красивее, благоустройство везде проходит. Открываются школы новые, в нас в Секручево районе точно строится большая красивая школа. Потом везде площадки спортивные, где они могут заниматься, бесплатные. Мы любим набережные, очень любим гулять там, да. И возле собора, парк. Мы в Курган. Я считаю, что вот в правильном двигаемся, чтобы везде, ну, не знаю, не устраивать. Вот везде и торговые центры открыты, и транспорт, и все, мне все устраивает. Трехкратная победительница конкурса «Большая перемена», дважды финалистка конкурса, лидер 21 века и активистка «Движение первых», чей голос в прошлом году звучал на Красной площади в День России. Волгоградская школьница Елизавета Долгова вернулась со второго Всероссийского съезда «Движение первых», где вошла в Федеральный совет объединения. В составе Волгоградской делегации школьников и педагогов она приняла участие в голосовании за изменения в устав первых. Об эмоциях, общении с известными российскими спортсменами и гимне с президентом она рассказала Дарья Коломыченко. Это такой самый главный, можно сказать, орган движения, и на нем проходят все самые важные решения. Делегаты голосуют. Лиза Долгова, не скрывая эмоций, рассказывает о своем участии во втором съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых». С 30 января по 1 февраля он проходил на международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. На съезде работал Федеральный совет – 89 ребят из каждого региона страны. Голосом волгоградской молодежи стала Лиза. Из первых уст она рассказала школьникам об изменениях в уставе первых. Это изменение возраста участников обучающихся. С 18 мы изменили его до 25 лет. И я считаю, что это очень здорово, потому что я сама в 11 классе, совсем скоро я покину школьные двери и буду учиться в университете. Поэтому очень здорово, что я смогу продолжать свою деятельность в «Движении первых». Школьница также стала модератором на мотивационной дискуссии «Как быть первым, достигать и побеждать». Вместе с другими участниками съезда Лиза пообщалась со знаменитыми российскими спортсменами – Ильей Авербухом, Дмитрием Сениковым и нашей землячкой Еленой Слесаренко. Елена Слесаренко – она олимпийская чемпионка с нашего региона. И, как оказалось, она училась в моей школе, здесь, в этих стенах. Для меня очень здорово, что я теперь знаю ее лично. Меня вообще мотивируют люди с такой целеустремленностью, с такими горящими глазами. И, честно, я зажигаюсь и приезжаю сюда в регион и хочу зажигать ребят дальше. Чемпионы дали ребятам главное напутствие – никогда не опускать руки и достигать своих целей, несмотря ни на что. Жизнь и то, какой она будет, зависит только от них. Лиза Долгова вступила в движение первых, как только оно было создано. В 2023-м, рассказывает девушка, первые провели в регионе десятки мероприятий. Большинство из них патриотического характера. Например, реализован проект «Сталинградское письмо». Ребята переписали сотни писем солдат с фронта и разослали 5000 копий по всей стране, чтобы сохранить память о тех, кто ковал Великую Победу. Мы пишем письма на СВО, плетем сети, мы занимаемся волонтерством, убираем окружающую среду. Мне, правда, хочется на самом деле делать мир лучше, делать что-то полезное для своего региона, в котором я родилась, для своей страны. Поэтому Движение первых помогает нам в этом. Взрослые слышат наши идеи и реализовывают их в жизнь, и это на самом деле очень важно. На второй Всероссийский съезд Движения первых от Волгоградского региона отправили 17 человек. Четверо из них из Волгоградской гимназии номер 11. Помимо Лизы, это шестиклассница Таня Острелина, президент школьного самоуправления гимназии Тимофей Саренко и советник директора Юлия Батыгина. В образовательном учреждении считают это наградой детям и педагогам за их активность. В гимназии в числе первых в регионе открылось первичное отделение Движения первых, действует и один из лучших отрядов юнармии. Ощущение, конечно же, единства нашей великой большой страны, когда на мероприятии принимают участие более полутора тысяч человек, и ты часть вот этого большого организма. Конечно, дети приехали воодушевленные, с горящими глазами, с желанием повернуть город. Что дети, я сама взрослый человек, да, и то вот этим зарядом ты там действительно пропитываешься, и хочется работать, хочется созидать, хочется творить на благо нас всех и нашей страны в частности. На закрытии съезда присутствовал президент России Владимир Путин. Ранее, в день празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, Елизавете Долговой уже посчастливилось пообщаться с главой государства. Президент поблагодарил активистов движения за плодотворную работу в прошлом году и спел с детьми гимн России. Нам сказали, что Владимир Владимирович в первый раз спел гимн на экране, и для нас правда так важно, что он сделал это именно с нами, именно с движением первым, с детьми. Участниками второго съезда движения первых стали более трех тысяч детей, родителей и наставников со всей страны. Вместе со взрослыми дети решают актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы движения, уделяя особое внимание сохранению традиционных духовных ценностей. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Каждый день в полицию поступают заявления от волгоградцев, которые стали жертвами телефонных мошенников. Чтобы предотвратить подобные преступления, волгоградские полицейские проводят профилактические беседы в трудовых коллективах. Одна из них состоялась в советском районе Волгограда. Дистанционное мошенничество остается серьезной проблемой. Граждане, которые попали под уловки преступников, берут кредиты и переводят им крупные суммы. Владельцам банковских карт могут звонить неизвестные, которые представляются сотрудниками банков. Сообщают о якобы подозрительных операциях, советуют перевести сбережения потерпевших на так называемые защищенные счета. Продолжение диалога чревато серьезнейшими проблемами, серьезными потерями в бюджете в своем. Что вы понимали, никогда ни один сотрудник, ни банка никакого, ни полиции, ни в таком ключе с вами разговор строить не будут. На встрече с работниками крупного предприятия в советском районе Волгограда представители городского главка МВД напомнили гражданам о необходимости быть внимательными при покупке товаров через сайты объявлений. Ни при каких условиях не сообщать ни паспортные, ни банковские данные, ни другую кондифициальную информацию. Для предупреждения IT-преступлений полицейские проводят большой комплекс работ. Информацию размещают в СМИ, на наружных средствах рекламы. Полицейские встречаются с волгоградцами и вручают им памятки. Работа, связанная с встречами, с трудовыми коллективами, с представителями коммерческих, бюджетных, иных форм собственности организации, должна быть продолжена. И я считаю, что это позволит улучшить криминогенную обстановку в этом направлении. Сотрудники предприятия поблагодарили полицейских за информацию, пообещали передать ее родственникам и знакомым. Завершен еще один этап обновления инфраструктуры одной из визитных карточек города-героя – линии скоростного трамвая. В Волгограде на станции Площадь Ленина специалисты закончили работы по капремонту входных групп. Они оборудованы системой подогрева, основания маршей укреплены. Рассказывает Вячеслав Баранов. Капитальный ремонт входных групп на станции скоростного трамвая Площадь Ленина подошел к концу. И теперь вновь доступны для волгоградцев и гостей города-героя. Ну, конечно, не подскользнешься. Очень хорошо. Когда делают в городе у нас красиво, мы все рады. В ходе ремонта специалисты укрепили конструкции основания маршей. Смонтировали более 60 новых ступеней. Каждую из них оборудовали системой подогрева. Это поможет предотвратить образование наледи в холодное время года. Если ступеньки с подогревом, то это, конечно, хорошо. Видно уже, что нет наледи. В ходе ремонтных работ восстановили облицовочное покрытие. Укрепили бетонные основания и лестницы. Появился безопасный вход на станцию скоростного трамвая. Я считаю, что в нашем климате это нормально. Что ж у нас за погода? То дождь, то снег. Работы на станции СТ имени Ленина стали очередным этапом обновления всей инфраструктуры линии скоростного трамвая. На станциях СТ Комсомольска и Площадь Ленина были установлены новые эскалаторы. Они успешно прошли процедуру приемки. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию подъемники работают в штатном режиме. Новые устройства отличаются практически полным отсутствием шума. Они оборудованы эффективной энергосберегающей системой привода, останавливающей эскалатор во время отсутствия пассажиров. В 2023 году в Волгограде продолжилась масштабная реконструкция линии СТ. Очередной этап реконструкции рабочие завершили на участке в 3 километра от завода Баррикады до улицы имени 39-й Гвардейской. Следующий этап – ремонт участка линии СТ до въезда в тоннель рядом с улицей Землянского. Модернизация стала возможной благодаря реализации инвестпроекта. В ходе выездного совещания губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко рассмотрели вопросы продолжения комплексного обновления линии СТ и инфраструктуры к нему. В 2024 году в регион поступит 62 новых трамвайных вагона. Вячеслав Баранов, Дмитрий Макаров. Время новостей. С какой целью волгоградец купил 70 тысяч литров молока? За что 20-летней девушке грозит 20 лет тюрьмы? И почему одну из ролей в сериале «Крутая перемена» доверили волгоградке Анастасии Тодореску? Далее в эфире краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала МТВ.онлайн. Молоко более чем на 2 миллиона рублей купил мужчина в Волгоградской области. Покупатель приобрел сразу 70 тысяч литров. Зачем ему столько полезного напитка? Вся молодость за решеткой. Вступившая в ОПГ 20-летняя волгоградка может отправиться в колонию на 20 лет. Опять и вновь. Пенсионерка в Волгограде после звонка лжебанкирам перевела мошенникам 200 тысяч рублей. Подробности случившегося на нашем портале. Волгоград вошел в десятку городов с удобным общественным транспортом. Кто еще в лидирующих позициях рейтинга? В 2023 году банки выдали волгоградцам почти 243 миллиарда рублей потребительских кредитов. На что берут в долг волгоградцы. Маршрут поездов через Волгоград изменили из-за ЧП в Сочи. Там на одном из участков железной дороги сошел сель. Когда вернется прежнее расписание. Волгоградские дорожники устранили последствия сильного снегопада. 287 единиц спецтехники в сложных погодных условиях обеспечивали безопасный проезд на трассах различного значения. В Волгограде построят современный вокзал, где появится новый павильон. Волгоградка Анастасия Тодореску сыграла в сериале «Крутая перемена». Он уже вышел на экраны федерального канала. Кого сыграла наша землячка? В дни войны люди раскрывают газету прежде, чем раскрыть письмо от близкого друга, писал Илья Эренбург. В музее память открылась выставка «Сталинград на первой полосе». Какие экспонаты удивляют волгоградцев и гостей нашего города и что такое агит-чемодан, расскажет Данила Небабин. «Соревнуясь в бою, будь суров и неистов, увеличивай счет истребленных фашистов». Это один из заголовков газеты «Сталинградское знамя» от 31 октября 1942 года. Она повествует об успехах советской армии и о том, как война изменила судьбы жителей всего Советского Союза. В выпуске есть описание боев за дом Павлова, который стал неприступной крепостью. Это был первый очерк об этом здании. Его написал Юлий Чапурин. В экспозиции также представлены фронтовые и армейские газеты с публикациями о героях сражений на берегах Волги. Документы, фотографии, личные вещи и награды фронтовых журналистов. Центральным таким экспонатом нашей выставки является вот такой вот агит-чемодан 38-й стрелковой бригады. В нем собраны газетные вырезки, статьи, произведения советских писателей Василия Гроссмана, Алексея Толстого, которые в период Сталинградской битвы в том числе писали свои рассказы. Этот агитационный чемодан – уникальная находка. Он не претерпел никаких изменений. Выставочный проект в музее рассказывает о том, как боевые действия грандиозного сражения на берегах Волги находили отражение на страницах советской и зарубежной прессы. И о той значительной роли, которую сыграли публикации газет и журналов в жизни людей на фронте и в тылу. Ведь они несли мощный заряд оптимизма, уверенности в нашей победе. Несмотря на то, что сейчас стоит февраль, есть что посмотреть в городе, потому что обычно все стараются приехать в большинстве летом. И очень понравилось то, что у всех памятников, наверное, это было приурочено ко второму февраля, годовщине Сталинградской битвы, везде лежат живые цветы. Нам понравилось все. Конечно, впечатлений очень много, все хорошо. Из более чем тысячи писателей, участников Великой Отечественной войны, в качестве военных журналистов, командиров, политработников, каждый прошел сквозь горнила Сталинградской битвы. Василий Гроссман, Константин Симонов, Виктор Некрасов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Евгений Долматовский. Все эти знаменитые писатели и многие другие также воевали в Сталинграде. Люди узнавали о событиях Сталинградской битвы через прессу. То есть это был такой универсальный способ донесения информации по всему миру. Причем способ достаточно быстрый. Очень быстро граждане других стран узнавали о том, как протекают события Сталинградской битвы. Военные корреспонденты находились порой в самой гуще боевых действий. Их работа была полна опасностей и давала богатейший материал для ярких публикаций. В сложнейших условиях они делали репортажи, часто рискуя собственной жизнью. Тяжелые будни войны в их статьях и фотографиях стали уникальными свидетельствами подвигов наших предков эпохи победителей. Данила Небабин, Роман Седлецкий, Время новостей. Моя самая любимая работа – это «Пустой холст», потому что на нем можно создать что угодно, признается Георгий Мативосян. Выставка работ известного волгоградского художника открыла новый сезон в музее имени Ильи Машкова. Экспозиция объединяет более 60 произведений мастера. Как ему удается всегда быть почти рядом со зрителем, узнала Светлана Ларикова. Его работы – это мир чувств, интуиции и гармонии. Легкие, воздушные и как будто светятся изнутри. В начале выставки «Я почти рядом» посетителей музея встречает картина с одноименным названием. Однажды попал, благодаря своим друзьям, я попал в кабину летчика. И из Коголыма мы летели в Москву. И вот как раз перед приземлением меня пустили в эту кабину. И я увидел совершенно потрясающие, конечно, виды. Сначала серая какая-то мгла была, потом вдруг появились огонечки. И буквально через три секунды мы приземлились. И вот это вот ощущение, оно как раз отразилось в моей картине. Георгий Мативосян отмечает, каждый художник присутствует в своей картине. Поэтому, когда зритель смотрит на нее, автор почти рядом. Рядом со своими зрителями Георгий Грантович в разные годы был в разных ипостасях. Архитектор, дизайнер, ювелир, он также занимался малой пластикой. С 2010 года Георгий Мативосян служит в Театре Царицинской оперы в качестве художника-сценографа. Здесь проявилось не только мои познания в архитектуре, в объеме, в пространстве, цвете. И вот как раз в Царицинской опере на сцене это все и происходит. То есть там я и в роли сценографа, это вот архитектурное образование, и как живописец, это задники. В общем, нашел себя и не жалею. В экспозиции более 60 произведений Георгия Мативосяна. Это лишь малая часть работ, созданных мастером за 60-летний творческий путь. Выставка очень красочная, техника, лисировочная живопись. Это, собственно говоря, узнаваемый почерк самого Георгия Грантовича. Цветами все это насыщено, но искусство, но это все о любви. Возможность еще раз выпрыгнуть из повседневности, которая идет с понедельника до воскресенья, остановиться и как-то задуматься, соприкоснуться с той вечностью, которая дана человеку, несмотря на то, что его жизнь является конечной. Поздравить Георгия Мативосяна с открытием выставки и выразить ему свою признательность пришли многочисленные друзья, коллеги и почитатели его творчества. Несомненно, он гордость Волгограда, нашего региона. Это человек, который в себе воплощает очень много таких профессиональных качеств. Хотелось бы пожелать ему дальнейших творческих успехов, чтобы он продолжал прославлять нашу великую родину, наш великий город-герой Волгоград. Своим мнением об экспозиции поделился известный волгоградец Ефим Шустерман. Он отметил, что выставка стала ярким событием в культурной жизни города. Георгий, я хочу сказать тебе спасибо за творчество, потому что прав был выделен, когда сказал, что твои работы светятся. Поздравить своего друга детства пришла и Людмила Найдис. С Георгием и Тивосяном она не виделась в 55 лет, но все эти годы бережно хранила фотографии будущего художника и его семьи. Судьба сложилась так, что наши семьи дружили, и мы росли некоторое время вместе. Когда ему было 13 лет, вот когда мы познакомились, его папа Гранд Иванович, он часто его ругал за то, что все его тетрадки, все его дневники были изрисованы. И было не до уроков, а самое любимое это было, конечно, рисование. Я почти рядом. Это уже восьмая персональная выставка художника. Сотрудники Музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова ведут активную работу по сохранению наследия и популяризации творчества волгоградских художников. Своим опытом в январе этого года сотрудники Музея вместе с коллегами из других учреждений культуры региона поделились на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Они знакомили участников и посетителей масштабного выставочного проекта с историей музея, уникальной коллекции и особой атмосферой искусства и творчества. Было очень много зрителей, очень много посетителей этой замечательной выставки. Нас поразило, с каким удовольствием, с каким стремлением и интересом все проходящие и подходящие к нашему стенду активно участвовали в наших мастер-классах, активно смотрели и слушали наши презентации. Это был искренний интерес, и вот это просто поразило. Под большим впечатлением остались и первые посетители выставки произведений Георгия Матевосяна. Очень интересное сочетание красок, восприятие на самом деле вдохновляет, и как-то хочется верить, что скоро весна, скоро тепло будет, лето, и в душе как-то на самом деле становится очень приятно, светло. Картины очень красивые, очень колоритные, своим ярким светом они просто подтягивают красоту. Вы действительно смотрите на них и думаете, ну вот я бы сейчас оказался бы внутри, посмотрел вот это сияние, свет. Посетить выставку «Я почти рядом» можно до 4 марта по адресу проспект Ленина, 21. Светлана Ларикова, Александр Шишин. Время новостей. 7 февраля по народному календарю отмечают Григорьев день. Сегодня волгоградцы могут определить, каким будет грядущее лето. Если день будет снежным, лето обещает быть жарким. Яркое солнце до полудня сулит похолодание. О приметах, запретах и традициях этого дня подробнее расскажет мой коллега Алексей Ячевский. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии его ведущий Алексей Ячевский. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня проходит народный праздник Григорий в день. В этот день чествовали Григория Богослова, одного из отцов церкви, близкого друга из подвижника Василия Великого. Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. Поскольку по народному календарю накануне отмечалась полузимница или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили. Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыше посадил. Этот день один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадает снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пенью синиц в этот день не радовались. Это означало, что в феврале еще ударят морозы. В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали. Творить добро нужно было не для показухи, а ради собственной души. По этому поводу говорили. Господь и так все добрые дела видит. Сегодня не стоит делать комплименты девушкам о внешности. Можно сглазить красоту. Девушкам, которых в этот день хвалят и делают комплименты, стоит держать в кармане или за спиной куки, чтобы сглаз не подействовал. Мужчинам сегодня нельзя возвращаться домой с пустыми руками. Это может сулить голод. Нужно обязательно принести с собой хотя бы что-нибудь. Например, символ благополучия и сытости. Хлеб и соль. Сон в ночь на 7 февраля может раскрыть смысл тайны и задачи на ближайшее время. Усвоив данное откровение от сновидения, можно значительно продвинуться вперед в той или иной сфере жизни. Ну а теперь настало время поздравить наших дорогих именинников. Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп. От всей души поздравляем вас. И, кстати, рожденные в этот день нередко являются идеалистами и перфекционистами, которые внимательно относятся к каждой детали. Могут казаться достаточно простоватыми, но только с виду. Обладают такими качествами, как честность, искренность, открытость и разбираться в людях. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. И помните только на НТВ, несмотря на приметы и прогноз синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok До встречи в эфире. Сегодня днем в Волгограде ожидается мокрый снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от нуля до плюс двух градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok